Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В первой прошлогодний успех она выиграла бронзовую медаль в первенстве страны в весовой категории до 57 килограммов. В четвертьфинале самарская спортсменка победила прошлогоднюю чемпионку Анну Воронину. На пути к золотой медали ее остановила Кристина Шилова. Однако в схватке за третье место Делбара одолела Екатерину Доценко. Впереди у Салкарбек розыгрыш Кубка Европы. На первую ступень пьедестала почета поднялись самарские стрелки. Делия Айталиева выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях. В Костроме проходил личный зачет в олимпийском упражнении. Пневматическая винтовка дистанция 10 метров. Кандидат в мастера спорта в квалификации выбила 405 очков в финале 243. Второе место у спортсменки из республики Коми Елизаветы Сысоевой. Третье заняла Алина Хвиюзова из Архангельска. Показали классы ветераны. Самарские легкоатлеты одержали 14 побед на чемпионате России. Московский спорткомплекс ЦСКА собрал рекордное количество участников – 450 человек из 60 городов. Чемпионат посвятили двухкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Куцу. Сборную Самарской области представляли 19 спортсменов. Самым успешным в очередной раз стал Николай Михайлов из «Спортпоселка». В свои 87 лет ветеран снова сделал золотой хет-рик. У него первые места в беге на 400, 800 и 1500 метров. Теперь он уже 73-кратный чемпион России. А 74-летняя Галина Куликова из Самары стала чемпионкой страны в прыжках в длину и в высоту. В апреле победители поедут на всемирные ветеранские игры в Окленд – Новая Зеландия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.